Мой первый бизнес – это отчаянность, безумие, отвага, молодость, безбашенность. Мне точно так же казалось, что, господи, самое главное – это бабки. Есть бабки. Какие у меня там бабки были? 150 долларов, которые на учебу надо было занести. Я написала заявление на отсрочку платежа, и вот, господи, за месяц я там все заработаю. В итоге через 3 месяца только я смогла заработать. В бизнесе, вот на чем обычно фокусируются начинающие предприниматели, те, кто только что-то хотят начинать, им кажется, что самое главное – это деньги. Если для открытия бизнеса ты думаешь, что самое главное – это деньги, то, скорее всего, открывать не нужно. И следующее – это правильно оформиться. Ну, там, я не знаю, что там, вид налогообложения, ИП или ООО, или самозанятым быть, и все. А дальше мыслей никаких нет. Вот я точно так же начинала. Мне казалось, что самое главное – это деньги. Поэтому мы с подругой как слияние капиталов у нас произошло 150 плюс 180, да, у нас было 130 долларов на старт. И мы прям тоже оформились, вложили деньги в оформление. Я прям села все, рассчитала – маржинальность, прибыль, что там будет, когда. И о самом важном мы забыли, о том, что продавать свой продукт надо будет. То есть люди начинают думать, что мне делать, как мне оформиться, как мне организоваться, где взять деньги. А как это продавать – уже никто не думает. И что получается у нас вот эти 85%, которые закрываются в первый год? Почему? Потому что они думали, что это и есть бизнес. Все, дальше ничего делать не надо, люди же там в очереди встают и все покупают. Так вот, самое важное, с чего нужно начинать, как ты это будешь продавать, востребовано ли оно, и достаточно ли там денег для меня. Потому что кто-то начинает, когда я начинала, я думала, если я 300 баксов в месяц буду зарабатывать, и буду просто самой успешной женщиной в этом городе. Это было 20 лет назад, вот, ну, сейчас будут говорить. Это было 20 лет, 21 уже год назад. А кто-то начинает, да кому-то и сейчас 300 баксов там в месяц – это овер, это прям крутые деньги. А кто-то говорит, я меньше, чем за 3 миллиона просто с дивана не встану. И вот нужно понимать, ты можешь зайти в нишу, где нет 3 миллионов, где ты физически не можешь их заработать. Поэтому важно считать нишу. Самое первое, что нужно делать, это посчитать нишу. И если там есть деньги, достаточные для тебя, и тебе эта ниша нравится, то есть, ну, не то, что это то, о чем ты мечтал, а то, чем ты готов заниматься за деньги. Этого уже достаточно. Посчитай, определись и вот эту нишу прорабатывай дальше. Есть такое понятие, как трендовое направление, да, растущее направление. Это очень хорошо, но это не значит, что в трендовое направление нужно всем идти. Обычно это очень технологичное на сегодняшний день направление. Когда ты не разбираешься в технологиях, да, и ты такой, боже, я вижу, биотех будет расти. Ну, то есть, если у тебя нет вообще никаких компетенций, то стартовать с этого не стоит. Ты должен получить опыт и образование в коммерческой деятельности, в бизнесе. И уже потом, когда у тебя есть вот это самое важное, ты можешь брать себе экспертов, специалистов и создавать бизнес на чем угодно. Но начинать со сложных ниш, которых ты вообще нифига не понимаешь, не нужно никогда и никому. Ты не знаешь ни бизнеса, ни ниши, и такой сидишь, я не знаю, да, что тут делать, но что-то... Главное замотивироваться. Да, и сейчас же очень много вот этих курсов, на которых все, чем занимаются, это накачка и мотивация. Ты сможешь, сделай, пойди, сделай первые три продажи, позвони другу, не сцы, поставь пост, вот это вот все. И человек, то есть, и он занимается не бизнесом, а он занимается поддержанием собственной мотивации. Сегодня вы узнаете одну важную вещь. Итак, слушайте. Не будьте лохами, станьте круче. И самое интересное, что люди действительно во время таких курсов, да, есть у нас один известный блогер, который действительно создает вот эти сообщества, в которых люди, да, на самом деле зарабатывают свои первые деньги. Знаешь как? Они друг другу продают свои услуги. Ну, то есть, я знаю маркетинг, ты знаешь, коучинг, мы с тобой, я к тебе сходила, ты меня покоучила, и ты ко мне сходила, я тебе отдала маркетинг. Знаешь, ну, то есть, получается вот этот вот круговорот одной и той же купюры внутри одного сообщества. Как только люди выходят из этого сообщества, и все, они не знают, как дальше это продавать. И плюс еще там учат, поднимай цены, не работай за 2 500, работай сразу за 100. Если ты не умеешь работать за 2 500, кто у тебя придет на 100? Вот у меня всегда где-то таких, ну, как бы, много таких дураков. И вот эти бедные люди, которых убедили, что ты стоишь дорого, потому что ты же с нами, ты же будущий миллиардер, миллиардеры не работают за 2 500. И он сидит бедный по полгода и ждет, где мой за 100? Многие спрашивают, да, а как понять, какая ниша мне подходит, мне вообще нет никаких идей. По тесту в описании под этим видео, его нужно обязательно пройти до самого конца, и вы увидите, какие ниши вам подходят, на чем вы можете сделать большие деньги. Там обычные вопросы, обычные вопросы, на которые тебе нужно ответить, если ты выбираешь то, что тебе больше подходит. Там никаких, там, если ты лев, если тебе 13 лет, не про это. Там про твои компетенции, про твои интересы, про твои готовности. Вот здесь тоже, знаешь, многие говорят, что зарабатывать нужно только на том, что тебе интересно, потому что если тебе не интересно, ты не сможешь на этом зарабатывать. И вот здесь у меня на днях спор даже произошел на эту тему. С очень сильным специалистом, он говорит, вот я, например, если бы я не любил то, чем я занимаюсь, я бы этим не занимался. И я говорю, очень круто. Но нужно разделять, есть два разных направления бизнеса. Есть бизнес без себестоимости, когда ты эксперт, ты психолог, коуч, астролог, там, я не знаю, ты консультациями занимаешься. То есть твой продукт у тебя в голове, это продукт без себестоимости. И есть продукт с себестоимостью. Например, ты там тортики печешь, ты там что-то шьешь, не знаю, вышиваешь, привозишь, закупаешь и так далее, производишь. И я говорю, хорошо, как ты будешь делать продажу, ну вот любишь ты это дело, ну вот ты прям кайфуешь. А как ты будешь продавать, ведь не все продается то, от чего мы кайфуем. Естественно, это иллюзия, что когда ты любишь, сами люди будут вставать в очередь. Вот я думаю, что комментаторы напишут, я это люблю, но ни хрена у меня никто не покупает, да, к сожалению, так бывает. Я спрашиваю, как, и он говорит, это можно делать бесплатно, то есть начинать делать бесплатно. И здесь я абсолютно согласна, потому что тебе нужно набить руку, натренироваться, стать человеком, который умеет с клиентом общаться, с разным видом клиентов, да. И дальше уже после того, как человек тебя попробовал, тебе нужно правильно выстроить продажи, чтобы у тебя покупали. Вот, вот без себестоимости это работает, но с себестоимостью ты что, бесплатно будешь делать? То есть если у тебя для того, чтобы там, я не знаю, произвести диван, тебе нужно выложить там 10 тысяч рублей в этот диван, ты его бесплатно будешь отдавать? А, и еще там был совет, делай не бесплатно, а делай, ну, по себестоимости. Окей, диван мы продали за 10 тысяч. Как часто диваны покупают? Когда этот клиент придет в следующий раз за покупкой дивана, он всем начнет рекомендовать, а если нет, не начнет, то есть у тебя минус, ты просто поработал, ни хрена не заработал, там, потратил 10 дней, не знаю, сколько изготавливается диван, потратил эти 10 дней, ничего не заработал и нет никакого профита, вообще ничего не получил. То есть товары, услуги регулярного потребления можно делать вначале по себестоимости, но не рассчитывать, что они будут брать за полный чек. Маникюрчик, окрашивание какое-то, еда, да пельмеши там кто-то готовит офигенно, их можно по себестоимости дать, попробовать, да, но здесь проблема в том, что люди неохотно потом идут на повышение чека. То есть, ну в смысле, я у тебя пельмени купила за 300 рублей, да, они очень классные, да, они вкусные, а что потом вдруг они стали 600, я не понимаю. Ну то есть, ты меня дуришь, ты на мне зарабатываешь, это же самое большое сопротивление у людей, да, на мне зарабатывают, я не хочу, чтобы на мне зарабатывали. Поэтому вот с этим тоже нужно будет думать, а как ты дальше, то есть, либо ты приходишь и говоришь, они стоят 600, но я тебе сделаю за 300, попробую, если понравится, приходи. Ну, мне очень хотелось бы, чтобы ты попробовал мой продукт и стал моим постоянным клиентом, только тебе, только один раз. Следующий шаг, нужно посчитать, сколько денег требуется на открытие, потому что, знаешь, как очень часто у людей там есть, условно там 100 тысяч, 500, миллион, и они просчитали, и такие говорят, ну все, я готов вложить весь свой миллион. Ну, казалось бы, много, а для некоторых ниш это капля в море, и оказывается, миллион уже вложен, а до прибыли еще там жить и жить, и нужно еще миллион, и еще миллион, что мы делаем? Мы попадаем в кабалу, в кредиты, в долги, и мы не понимаем, а когда хоть какой-то возврат инвестиций начнется. Что мы должны посчитать? Сколько денег нужно вложить в оборудование, сколько денег нужно вложить в, возможно, какие-то разрешения, сколько денег нужно вложить в помещение, возможно, что-то требует ремонта, возможно, что-то требует каких-то там перепланировок и особых вообще там технологических решений. Нужно определиться, сколько денег нужно вложить в маркетинг, если, допустим, у тебя такой бизнес, где без маркетинга нельзя. То есть мы с тобой считаем, понимаем, вот такую сумму нам нужно вложить. Дальше мы с тобой считаем точку безубыточности. Что такое точка безубыточности? Это те деньги, которые мы должны выручить, наторговать или обернуть в период, обычно период это месяц, для того, чтобы выйти только в ноль. И все, что до этой выручки, многие удивляются, когда я объясняю, что бывает такое, что выручка есть, а прибыли нет. И люди такие говорят, как так бывает? Именно так очень часто и бывает. То есть ты наторговал какой-то объем, но учитывая всю твою расходную часть, ты остался в минусе все еще. Поэтому мы ставим планы на определенный объем в деньгах, на определенный объем в единицах, которые мы должны продать. И только свыше этой точки безубыточности у нас появляется прибыль. Исходя уже из этого, мы с тобой сможем посчитать период окупаемости вложений. То есть сколько нам надо, не миллион, а сколько на самом деле миллионов нужно вложить. И через какое время при таких объемах продаж мы с тобой сможем уже вернуть все наши первоначальные инвестиции. Вот здесь мы с тобой переходим к модели продаж. Какая модель продаж, какая модель привлечения клиента. В соответствии с этими двумя моделями мы с тобой можем рассчитать, какой объем мы можем продать и что нам нужно сделать для того, чтобы продать вот этот объем в период. Очень часто мы можем обнаружить, что в этой бизнес-модели мы не можем столько продать. Что такое бизнес-модель? Это каким образом к нам будут приходить деньги. Многие говорят, в смысле, ну это же все очень просто, там что-то закупил, что-то там перепродал, получил деньги. Нет, есть множество разных бизнес-моделей. Вот когда ты не знаешь все бизнес-модели, ты выбираешь самую очевидную. Я там буду кого-то консультировать, либо я буду что-то закупать, перепродавать, либо я буду что-то делать и на этом зарабатывать. Это вот самое элементарное. А деньги не в этих бизнес-моделях. Есть такое тоже понятие, как производственная цепочка, ну то есть у нас же продукт, например, там чипсы. Да, вот чипсы, они на финале у тебя в руках, да. Ты их там поедаешь под пивас вкусненько, да. Но для того, чтобы попасть к тебе в руки, он какие этапы прошел? К тебе в руки он попал из магазина, чипс, чипсович. Попал из магазина в магазин от мелкого оптовика, к мелкому оптовику от крупного оптовика, к крупному оптовику от производителя. Казалось бы, все, цепочка закончилась. Ни хрена. У нас еще как-то же у производителя получилось это чипсино. Из чего здесь у нас упаковка, да, здесь у нас какая-то логистика, здесь у нас картофель, здесь у нас производство. И вот это все называется производственная цепочка. То есть ты можешь зарабатывать на чипсах в любом из этих мест. Некоторые говорят, чипсы так хорошо продаются, наверное, на чипсах очень-очень много денег. Есть цепочки, в которых на чипсах денег нет вообще. То есть в этой цепочке есть место, где денег очень много, есть место, где денег нет вообще. И поэтому нужно еще разбираться, где ты будешь этим заниматься, ты будешь кем. И очень часто тогда нужно вернуться в начало, потому что оказывается, что быть оптовиком и продавать чипсы конечному потребителю. Это абсолютно две разные бизнес-модели, и это абсолютно разные вложения, разные периоды окупаемости и так далее, и так далее. Этим нужно оперировать. Мы с этим на стартапе работаем. В описании под видео оставлю ссылку на программу технологии бизнес-стартап-перезагрузка. Загрузка – это программа для тех, кто хочет открыть бизнес по уму, а не на мотивации и на надежде, что там все каким-нибудь образом выстрелит. После того, как мы с тобой прошли все эти шаги, важно расписать уже план действий, что, зачем, у нас будет логично выходить. В открытии бизнеса есть некоторые процессы, которые длятся, например, если ты хочешь произвести свою продукцию в Китае и сюда ее поставить, в Россию или куда-то в другую страну, то на то, чтобы произвести, уйдет какое-то время. Например, тебе нужно будет найти образцы, эти образцы отправить, они тебе сделают экспериментальный образец, вот этот пробник. Ты его получаешь, ты говоришь, здесь доработайте, они его улучшают. Получаешь, ты говоришь, все, огнище, это то, что мне нужно. Говоришь, все, делаем там партию 6 тысяч единиц. Они тебе делают, дальше они все это упаковывают, дальше к тебе поехала, дальше процесс растаможки, процесс упаковки. И нужно понимать, что весь этот цикл нужно зашить в пошаговую историю, да, то есть мы должны понимать, сколько времени на это уходит. И мы не ждем, когда придет товар, а в это время мы организовываем другие процессы. То есть у нас идет вот этот процесс, и плюс в это время мы занимаемся другими, чтобы когда товар приехал, мы могли сразу же открыться, да, и начинать уже продать. То есть у нас уже все, все готово. Поэтому пошаговый план действий очень-очень важный, на котором очень многие теряются. То есть когда ты не понимаешь, что зачем, и начал одно делать, да, закончил его, оказывается, еще вот это надо делать. Потом оказывается, вот это нужно делать. Уже то, что ты делал раньше, уже не актуально. Понимаешь, какое-то разрешение закончило срок своего действия. Поэтому все это расписывается, вот это самое важное расписывается, чтобы ты каждый день, ты не вставал и думал, господи, что сегодня еще будет. А ты открываешь свой календарь, да, и смотришь, сегодня раз, два, три, четыре, пять. Вот такие действия должны быть, вот такие результаты. Пошли работать. То есть очень классная идея, когда ты открываешь свой бизнес, пойти к кому-то поговорить, а тебе кто-то, кто уже открыл это все, он придет тебе и все расскажет. Как ты можешь знать, что тебе рассказали все? Как ты можешь сказать, что от тебя не утаили что-то важное? Как ты можешь знать, что тебя не считают конкурентом и тебе, ну, нарочно сливают вот то, что тебе не нужно, чтобы ты там где-то захлебнулся? Поэтому вот это вот спрашивать, это, ну, самое последнее. На мой взгляд, либо ты обращаешься к кому-то за деньги, кто этим занимается, кто открывал школы танцев, если ты хочешь открывать школу танцев, и кто на этом зарабатывает. Многие говорят, фу-фу-фу, это невозможно. Хочешь путем проб и ошибок, пожалуйста, можешь пробовать разговаривать с кем-то. Люди, которые зарабатывают на этом, это честные люди. Вот я не знаю, почему у нас до сих пор считается, что если кто-то на чем-то, что если кто-то зарабатывает, это нечестные люди. Зарабатывать это нечестно. Вот честно бесплатно работать. Вот я не знаю ни одного, кто работает бесплатно. Ну, нормальных я имею в виду. Вот, поэтому, либо ты идешь на обучение. Допустим, у нас на технологии бизнеса, у нас все бизнес-модели, они все есть. То есть мы про них свободно рассказываем. Я лично веду этот вебинар, на котором люди задают вопросы, и нет ни одного вопроса, на который я не отвечаю. Не надо бояться. Нужно все рассчитать, нужно все посчитать, понять алгоритм зарабатывания в той идее, которую вы носите, о которой вы горите, возможно, или найти идею, которая будет вас зажигать, которая будет вам приносить прибыль. А для того, чтобы зарабатывать в своем бизнесе и разбираться во всех бизнес-процессах, подписывайтесь на этот канал. Еще одну важную вещь. Прошу, поставьте лайк. Очень-очень прошу прямо сейчас там поднять вот этот вот пальчик. Это ничего не стоит. Фигня сама по себе продвигается, потому что фигня, она очень хорошо охватывается. Вот это где. Верь в розовых пони, и у тебя все получится. Поэтому, пожалуйста, помогите продвижению нормальных, годных видео. А с вами была Юлия Трус. Помните, очень важная вещь, что инвестиции в себя, в свой мозг, в свои компетенции, это самая лучшая инвестиция. До новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok